С каждым годом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилье, становится больше. В текущем году на эти цели из-за республиканского бюджета планировалось выделить более 146 миллионов рублей, что позволило бы приобрести жилье для 350 детей-сирот. Но 7 июля на очередной сессии Народного хурала финансирование было сокращено в разы. Расходы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приобретение жилых помещений специализированного жилищного фонда были сокращены на 92 миллиона рублей. И на сегодняшний день финансирование составляет 53 миллиона, что явно недостаточно с учетом того, что ежегодно количество детей-сирот, которые должны быть обеспечены жильем, увеличивается. Уменьшение финансирования влечет нарушение права детей-сирот. Прокуратура не раз пыталась вмешаться в формирование бюджета и не допустить недофинансирования социально значимой статьи расходов. Однако ни в правительстве, ни в хурале, ни отреагировали. Поскольку бюджет формирует правительство Республики Бурятия, мы полагаем, что правительство на очередную сессию, в сентябрьске, когда будет рассматривать бюджет, чтобы, может быть, изыскали дополнительные источники и те денежные средства, которые были предусмотрены при принятии закона о бюджете, были восстановлены. Как уверил нас глава Вячеслав Наговицын, причина в сокращении федерального бюджета. И вроде как от желания правительства мало что зависит. В результате секвестра федерального бюджета сумма, которая была изначально обозначена, она была резко сокращена. Мы в соответствии с соглашением софинансируем эту сумму. Но, тем не менее, мы подтвердили и прокуратуре, и федерации, что у нас есть полная готовность вернуть эти деньги, либо в этом году, если будут выделены деньги, либо в следующем году вернуть на те же самые цели. Поэтому ничего не происходит, просто мы выполняем четко федеральную программу по расселению детей-сирот. То есть в этом году, вряд ли всего, на ябрьской сессии... Не знаю, сейчас мы смотрим... Нет, пока мы ждем сейчас от федерации подтверждения. То есть вот на каждый рубль федеральных денег мы выделяем где-то порядка 90 копеек. Вот, чтобы вам было понятно соотношение. Оно прописано в соглашении с федерацией. Вот, если мы это положение начинаем нарушать, то тогда мы не получаем просто денег софинансирования федерации. То есть это крайне неэффективное использование бюджетных средств будет в данном случае. Это значит, что еще несколько сотен детей-сирот в этом году не дождутся своего жилья. А тем временем очередь становится все больше. Ну а тем, кто в ней стоит, остается уповать лишь на суд. Обращаясь путем судебного понуждения, когда граждане сами обращаются, либо прокурор в защиту их прав обращается, соответственно, суд выносит решение о том, что необходимо обеспечить, это же обязанность государства региональных властей обеспечить жильем детей-сирот. То есть, конечно, это нарушение. Аюна Чертарова, Светлана Семиренко, Вячеслав Батоев. Первое. Альтернативное.